Сегодня корабль вернулся в порт отправления, в Дубай. А это значит, что наш круиз подходит к концу. Завтра утром мы уже будем собирать вещи и прощаться. Но это будет только завтра. А сегодня мы отправимся изучать исторический район Дубая, Аль-Сиф. Прогуляемся по Блошиному рынку, заглянем в музей иллюзий, примерим традиционную одежду и проведем последнюю ночь на корабле. Всем привет! Ну а мы вернулись в Дубай. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Круизные лайнеры швартуются в старом порту Рашид. И хотя он один из самых современных в мире, а пассажирский терминал может обслуживать 4 круизных лайнера одновременно, этот порт не самый удобный. Вокруг идет масштабная стройка, а до туристической части Дубая 11 километров. Этот путь преодолеть пешком нереально. Ну что, друзья, сегодня весь день мы проведем в Дубае. И мы сегодня поедем в очень интересное место, древний Дубай. Древний город Аль-Сифа. Ну что, погнали, посмотрим. В этот день мы позволили себе чуть больше отдохнуть. Не торопясь, позавтракали и вышли в город, где сразу заказали такси. Такси в Дубае ездит по таксометру. Иногда его могут предложить отключить, но никогда не соглашайтесь. Мы же просто-напросто не поняли друг друга с водителем. Потому по приезду я был сильно удивлен ценой в два раза больше, чем показывало приложение Карим. Похожая ситуация здесь с нами уже случалась. Выйдя из такси, решили теперь всегда ездить только по таксометру и следить за этим вопросом. Дорога от терминала до места, где мы еще не были, но хотели бы, оказалась недолгой. Всего через 10 минут мы оказались в настоящей восточной сказке. Вдоль спокойных вод залива Дубай-Крик тянется примечательный район под названием Аль-Сиф, что в переводе с арабского значит «берег». Еще с древних времен здесь кипела жизнь Эмирата. Единственная гавань города была центром торговли, ловли рыбы и драгоценного жемчуга. Сегодня здесь можно не только прогуляться по вымощенным камням-улочкам, но и насладиться уникальной архитектурой, очаровательными традиционными домами с навесами из соломы. На крышах то тут, то там виднеются барджилы. Это ветреные башни, использовавшиеся для охлаждения зданий в странах Персидского залива на протяжении многих веков. Они перенаправляют воздух сверху к основанию здания и в подвалы, и даже проходящие мимо пешеходы могут почувствовать, как их обдувает прохладный ветерок. На территории комплекса можно встретить знаменитые восточные базары, а также блошиные рынки. Здесь торговцы предлагают изделия ручной работы, традиционные сувениры и даже старые вещи. Ну а мы приехали в древний город Аль-Сиф. Вот так, представляете, выглядел древний Дубай много-много лет назад. Вот смотрите, какая красота, какие вещи красивые делают. Очень классно сделана крыша, здесь натянуты тенты. Цены, как всегда, конечно. А чашечка кукурузы 25 дирхам. Так, а мы сейчас зайдем в это кафе и возьмем фалафель. Шаверма из фалафеля. Но самое интересное, что этот район родился только в 2017 году и поделен он на две части – старинную и современную. Так архитекторы постарались рассказать о прошлом и настоящем Эмирата и создать уникальный туристический район. А у нас будет сейчас эпичная распаковка. Мы пьем кофе в самом древнем Старбаксе и едим самый древний фалафель в мире. Вот это красота, друзья. Это космос. Наше нет, вкуснее пиццы, дочь. В Аль-Сифе много развлечений и интересностей. Нам хотелось покататься на традиционных арабских лодочках. Но первое, что мы увидели – музей иллюзий. И, конечно, решили зайти. Здесь представлено более 60 визуальных экспозиций с голограммами, оптическими иллюзиями и иммерсивными комнатами. Тут можно ходить вверх ногами, уменьшиться или увеличиться в размерах в комнатах Эймса и блуждать в зеркальном лабиринте. А в вихревом тоннеле в Вортекс появляется ощущение исчезновения опоры под ногами. Мы провели в музее целых два часа и даже сняли видео для нашего большого канала. Все остались в полном восторге. Только Ми, самой младшей нашей дочке, порой было немного страшно. Понравилось тебе музей иллюзий? Нет. Не понравилось, да? Нет, очень страшно. Страшно было? Мы прошли весь этот музей иллюзий и однозначно лайк. Очень классное место. Деткам очень понравилось. Сначала не хотели идти, но потом пошли и не пожалели. Всем рекомендуем. Это один из лучших музеев иллюзий, в которых мы были. Купили сувениры и отправились дальше. Близился закат. Улицы медленно преображались. Мы встретили уличных музыкантов. Ну, Машенька, ну зажигай это. А затем прошлись по невероятно красивой набережной. Прогулка по Альсифу вечером всей семьей. То, что нужно. Очень красиво, аутентично, ухоженно и чисто. Глаз радуется. На набережной можно взять и лодочку, чтобы на ней добраться до старинного золотого рынка. В самое сердце города. Мы не успели. Слишком долго зависали в музее. Но в описании оставили ссылку на прошлогоднее видео оттуда. Попробуем. Это бомба прям вообще. А это кофе с шафраном. Самая дорогая специя на планете Земля. Вообще очень странно. Вот Рудс кофе мне очень понравился. Немножко сладненькое, очень классное. А шафран я что-то не могу мальчика уловить. Тест-драйв мохито. Сейчас будем пробовать. Я его так размешаю. Мохито с этим пейшн фрут. Это маракуйя. Вот это страшная штука. Сладкая и безумно просто. Подкрепившись, отправились на рынок. И здесь девочкам захотелось примерить традиционное платье. Мы с Анюткой купили себе наряды, когда были в мечети Зайда в Абу-Даби. А у девочек таких еще не было. Им очень хотелось быть восточными принцессами. Но в процессе примерки мы вдруг обнаружили пропажу бабушкиной сумки. Пока хозяин уверял, что никто не мог ее украсть, мы пытались ее найти. И хотя ничего дорогого в ней не было, там все же находились важные документы. Мы слышали, что здесь не воруют, но решили не терять время и вместе с торговцем побежали в главный центр к охраннику. Пока тот включал записи с камер, позвонила бабушка. Сумка нашлась. Кто-то переставил ее за ковры. В Дубае редко воруют, ведь везде камеры. Брать чужое бессмысленно. Тебя быстро найдут. Ну а мы в итоге все равно потеряли деньги. Отказываться от наряда было уже неудобно. Торговаться не хотелось. Купили три платья и обошлось нам это в 250 долларов. Берите на заметку, либо сильно торгуйтесь, либо не покупайте здесь ничего. На том же самом Амазоне можно найти наряды интереснее и дешевле в два раза. Это касается и всех остальных вещей. Облапошить тут могут на раз-два. Прогулялись мы по этому прекрасному древнему Дубаю. И древний Дубай перетек в современный Дубай. Покушали немного, да. Купили красивые платья девочкам. Друзья, обязательно место для посещения. Вот просто всем, кто приедет в Дубай, обязательно это место называется Алсиб. Ссылочка будет на гугл-карты в описании. Обязательно приезжайте сюда, посмотри, прогуляйтесь по нему, выделите место на музей иллюзий. Офигенное место. И мы, кстати, к сожалению, еще не успели зайти в музей кофе. Вечер подходил к концу. На улице стемнело. Мы устали. Решили вызывать такси и ехать домой. Нам предстояло собрать вещи и провести нашу последнюю ночь на корабле. Нас охватывали двоякие чувства. С одной стороны, мы так активно провели все эти дни, получили столько эмоций и впечатлений, что даже устали. И уже хотелось вернуться в наш постоянный отель Сондер в Дубае. С другой, наша каюта, да и весь корабль уже стали для нас комфортабельным домом. И прощаться было грустно. А еще нам тут так хорошо спалось. И даже часы зафиксировали у меня и у моей мамы лучшую ночь за всю историю наблюдений. Мы закрыли глаза и в последний раз окунулись в безмятежные сны. Завтра тяжелый день. Будем выезжать с корабля. Обязательно поделимся с вами этим, а также выводами, плюсами и минусами, да и просто впечатлениями от курорта на МСС Виртуоза в следующем влоге. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы путешествовать вместе с нами. Пока-пока.